С момента появления первых пациентов с коронавирусной инфекцией в городе Семей зарегистрировано в общей сложности порядка 1800 случаев COVID-19. Как заверяют специалисты, сейчас обстановка стабилизировалась. В настоящее время в стационаре лечения получают 12 человек, в том числе один ребенок. Однако расслабляться еще рано, потому что приближается сезон простудных заболеваний. О том, какова ситуация в нашем городе, подробнее в виде сюжета. После пика регистрации случаев COVID-19 город постепенно пришел в норму. С момента появления первых пациентов в ноябре прошлого года и по сегодняшний день по Семею зарегистрировано 1774 случая выявления опасного вируса у людей. Зарегистрировано 123 летальных исхода. Сейчас, по данным специалистов, обстановка стабилизировалась, заболеваемость снизилась. На сегодняшний день число пациентов с коронавирусом по Семею составляет 12 человек. В настоящее время трое в реанимации находятся. Состояние у них улучшилось. Сегодня одна пациентка уже переводится из реанимации в отделении и 9 пациентов в отделении. Всего 12 человек. Ну это же уже показатель. В течение последних дней трое детей только поступило. Уже два их выписали. Взрослых в последние 4-5 дней не было поступления. В момент пика заболеваемости по городу были открыты 6 провизорных стационаров на 630 мест и столько же инфекционных, рассчитанных на 610 коек. Все они сейчас закрыты. Продолжает функционировать лишь один провизорный стационар на базе второй городской больницы и один инфекционный. В каждом медучреждении действуют фильтры для определения больных симптомами ковид. По данным главного санитарного врача города, в день регистрируются до 5 случаев. Этот уровень держится на протяжении последнего месяца. Нормализована работа лаборатории по определению анализов. Да, действительно, во время пика заболеваемости был ажиотаж людей, было там в очереди много людей. И сдавали в день даже несколько сотен человек анализы. Конечно, соответственно, это большая нагрузка на лаборатории, которые раньше делали анализы. 30-50 дней. И тогда были факты, не скрываю, не в свое время получения результатов, даже опаздывание на 3-4-5 дней. Сейчас таких проблем нет. Оборудование работает? Оборудование работает, специалисты есть. В повторных случаях заболевание коронавирусом не зарегистрировано. Однако, по словам специалистов, расслабляться рано. Впереди сезон простудных заболеваний, во время которого возможно сочетание у человека коронавируса и ОРВИ, что может дать более тяжелое течение болезни. Здесь важно в первую очередь соблюдение санитарных правил, а также наличие в организме антител, а в случае их отсутствия – вакцинация. Напомним, что по решению областного штаба по борьбе с коронавирусом в каждом населенном пункте области будут созданы центры оперативного реагирования. В эти группы войдут специалисты санитарной службы и сотрудники полиции. Они будут оперативно реагировать на каждый случай коронавирусной инфекции, выявлять контактных лиц и наблюдать за ними.